В приоритете краевых властей строительство новых и ремонт уже имеющихся спортивных учреждений для того, чтобы каждый ребенок имел возможность заниматься спортом в хороших условиях. Недавно в одной из школ нашего города появился новый спортивный объект. Тему продолжат мои коллеги. Как Новый год принято встречать в новом, так и новый учебный год чаще всего школьники начинают в новой форме, закупив много учебников и тетрадей. Обновленные детей встречает и школа номер пять. На ее территории совсем недавно на радость детям было построено новое футбольное поле с искусственным покрытием. Сделано оно по всем правилам, по такой сложной технологии. Мы сами видели, как оно строится. Оно в великолепном состоянии. Мы знали, что поле будет, футбольное поле, но что оно будет таким красивым, мы даже не предполагали. Поэтому здесь положена и искусственная трава, и крошка на поле положена резиновая. И даже вот что сейчас мальчишки бегают без обуви, оно очень хорошо влияет на их здоровье, укрепляет иммунитет. Раньше ребята в основном занимались на спортивной площадке, которая была построена несколько лет назад во дворе учебного здания. В футбол они играли на месте, где сейчас установлено новое поле. Когда я увидел новое футбольное поле, я сразу взял мячик и стал на нём играть. И позвал друзей, и мы начали тут играть в футбол. До этого было старое поле, там щеком нельзя было бегать, там жёстко было, а тут мягко. Работы по строительству новой площадки велись полным ходом. Сначала был снят растительный слой для устройства основания футбольного поля. Установлены бортовые камни, завезён природный песок. Средства на строительство площадки были выделены из местного бюджета – более 2 миллионов рублей. Но полностью работы ещё не завершены. На контроле у главы района Романа Синеговского установить на поле ворота и ограждения. Но несмотря на это, ребята уже играют в футбол. Видимо, наше поле позволило создать такое великолепное искусственное покрытие. Поэтому огромная благодарность, в первую очередь, конечно, главе. Он сам неоднократно приезжал, смотрел за работой. И, конечно же, начальнику управления образования. Мы просто счастливы. И мальчишки тоже, я думаю. Новый мини-стадион радует не только детей. Алексей Шуленин – отец двоих детей, которые учатся в пятой школе. Он сам когда-то выпускался из её стен. Говорит, очень рад, что у детей появилась возможность заниматься на таком хорошем поле. В мою бытность, когда я здесь учился, в этой школе, такого поля, конечно, не было. Мы бегали здесь. Вот трава была, ворота. Да, здесь шикарная площадка теперь для детей. Рад, что у них здесь будет проходить физкультура, спортивные какие-то состязания. Славянский район – территория спорта. Таким лозунгом наш город встречает на въездах своих гостей. Не случайно, ведь здесь более 30% всех жителей регулярно занимаются спортом. Для этого местной властью были созданы все условия. Работают спортивные учреждения, в постоянном доступе находятся спортивные площадки. А теперь появилось и новое футбольное поле. В День знаний ученики придут в школу, и их порадует новый спортивный объект, который позволит проводить больше спортивных состязаний и много других занятий. Тина Копачевская, Александр Косицын. Программа «События».